Здравствуйте! Вы смотрите Ростов Лайф. Сегодня у нас в гостях Бибой, человек, который будет представлять нашу страну на международном чемпионате танцевальном, Александр. Привет, Саша, рад за знакомство. Как настрой? Готов бороться? Все отличное, настроение боевое. Будем стараться, будем показывать результаты. Итак, 5 сентября ты участвуешь на Red Bull BC1. У вас 16 бибоев. Ну, это восточно-европейский отбор. Там ребята с Европы. Уровень довольно-таки хороший, но основную конкуренцию составляют ребята с России и с Украины. Все-таки из Казахстана. Да, СНГ по этой части посильнее будет, поэтому как-то более опасаюсь именно этих ребят, нежели кого-то с Европы. Вообще волнительно? Все-таки ты лучший. Ты будешь представлять страну? Ну, волнительно всегда. На самом деле, на каждом чемпионате вообще в принципе волнительно, потому что мы как бы не роботы. Вот. Но я думаю, все осуществимо. Как сейчас проходят тренировки? Часто приходится приходить в зал? На самом деле тренировки происходят в штатном режиме. Абсолютно практически ничего не поменялось. Ну, разве что работаю больше над выносливостью, потому что там нужно будет танцевать много. Просто много. Сколько вообще раз участвовал в этом чемпионате? И это вот главная твоя пока победа? На самом деле, говорить честно, победы пока еще никакой не было. Я получил вайлдкарт на российском отборе, так как уже очень много раз там участвовал, показывал разные результаты. Был в финале и в первом кругу проигрывал, и в четвертьфинале, и в полуфинале. В общем, так или иначе, мне дали вайлдкарт. Это возможность поучаствовать на восточноевропейском финале. Вот. И там посмотрим, как все будет. Что ты больше любишь? Баттлить или выступать именно сольно? Для меня не важно, баттлю ли я, или просто нахожусь в кругу с ребятами и танцую просто для себя, для души, да. В каждом из этих занятий есть какие-то плюсики, и с каждого из этих занятий можно наслаждаться по полной. Как вообще давно танцуешь? Почему именно танец выбрал для себя? Танцую уже около 11 лет, то есть уже пошел, наверное, 12 год примерно. Почему танцы? Ну, я на самом деле много чем занимался в детстве. Даже стоял перед выбором между футболом и брейком. В итоге получилось так, что я выбрал брейк. Почему? Да потому что там есть абсолютная свобода выбора, свобода движений. То есть никаких нет правил, ты можешь раскрепощаться, раскрываться по полной, и никто тебе ничего не скажет. Скажи, пожалуйста, ты как тренер себя пробуешь? Вообще есть что-то такое в планах? Ну, на самом деле я преподаю уже где-то с 2008 года, что ли. Я уже преподаю около 7 лет, вот, с паузами, с небольшими. Но, в принципе, опыт в этом деле у меня уже есть. Немного тяжело, когда ты постоянно разъезжаешь, где-то у тебя какие-то фестивали, соревнования, может, просто мастер-классы или судейства. Но есть хорошие ребята, мои друзья, которые могут всегда меня заменить на тренировках. А какие направления преподаешь ребятам какого возраста? Преподаю только лишь брейкинг, исключительно брейк-данс. И ребята занимаются абсолютно разного возраста. У меня за все время были ученики от 6 лет до лет 30. Мода на брейк, она остается? Она может быть, я не знаю, может быть, больше ребят приобщается к этой культуре? Или наоборот? Куда склад есть сейчас? Мода на брейк была в годах 2000-х, когда очень большая была волна, очень много кто занимался этим стилем. Сейчас она немножко подспала, и ребята все еще занимаются этим делом. Почему? Потому что мы представляем целую культуру. То есть мы представляем как один из компонентов хип-хоп культуры. Именно поэтому наш стиль танца живет, как бы жил и будет жить. Саша, ты ездишь по всей стране с мастер-классами. Расскажи, все-таки где лучше всего танцуют? В Ростове? Именно в нашей стране? Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что везде есть талантливые ребята. У нас в России очень много мест, где можно найти действительно очень хороших танцоров. И молодых, и уже опытных. Но самая большая популярность, это, конечно же, в Москве и в Питере. Там это больше развито, нежели чем у нас в Ростове. Но мы стараемся все делать, чтобы это развить. Скажи, ну а на Red Bull BC1 ты нацелена все-таки на победу? Или это все для души, просто от души, для людей, для себя? Это все для души, естественно. Но я нацелен на победу. Хорошо. Если победишь или не победишь, может быть, да? А что дальше? Как будешь тренироваться, к чему стремишься? Дальше, как бы, меня будет ждать уже чемпионат мира, Red Bull BC1 в Риме, где соберутся самые-самые лучшие танцоры по версии Red Bull BC1. Наверное, буду тренироваться точно так же, как и тренировался до этого. Потому что помимо Red Bull BC1 есть еще очень много крупных фестивалей, где ты можешь себя проявить на самом деле. И я бы не стал зацикливаться, да, на одном этом фестивале. Потому что бывает всякое, бывают победы, бывают поражения. Я уже за 11 лет это как-то понял для себя. И главное делать правильные выводы всегда и тренироваться не останавливать. А есть какая-то планка для тебя вот именно в каких-то международных соревнованиях? Какой-то уровень, к которому ты стремишься, хочешь добиться? Есть один пунктик, да, у меня в голове. Это проявить себя в Америке и поехать туда и, возможно, что-то там выиграть. Возможно, где-то круто себя проявить, просто показать. Не знаю почему, но для меня это было еще начальной мечтой, плавно переходящей в цель. Вот. И я как бы пока ее не достигну, наверное, не успокоюсь точно. Ну, что можешь сказать ребятам, которые сейчас смотрят себя и которые только собираются делать первые шаги в этой культуре? Я желаю им, чтобы у них желание всегда присутствовало в их головах, чтобы они никогда не останавливались ни перед какими-то разочарованиями, ни перед какими-то поражениями. Упорство очень нужно, да, в этом деле, потому что каждый элемент, который вы учите, он не такой уж и простой. И может быть такой период, что полгода у вас вообще ничего не получается. А потом буквально за один месяц вы можете просто сразу, хоп, и резко вырасти. Поэтому нельзя просто останавливаться, нужно двигаться и все. Саш, удачи тебе на соревнованиях. Мы будем болеть за тебя. Ну и, конечно, ждем тебя в ноябре после соревнования в Риме в нашей студии с результатами, с победой. Спасибо большое. Спасибо. Будем стараться. Спасибо.